Этот день настал. Самый народный проект Беларуси в Бобруйске. Участников марафона «Единство» со всем радушием встречает директор Белшины. В музей с жизнью именитого предприятия знакомятся блогеры. Звёздные гости засыпают и вопросами, и массой эмоций. Руководство не скупится на занимательные факты и, конечно, памятные подарки. Мне нравится здесь. Уже начало, но просто очень круто. Вот самая большая шина. Я хочу посмотреть, какого она размера и какая это в длину. По кольцу впечатлений. На производстве шин контента для блогеров хоть отбавляй. Готовые к любым поворотам участники марафона «Единство» Ретива исследуют все этапы производства. От участка, где собираются легковые шины с посадочным диаметром 15 и 20 дюймов, до выставки, исполняющей маленькие большие мечты. Я только что увидела большую шину. Это очень классно. Она размера больше мамы, больше меня, больше всё просто. Представьте, какая машина должна быть огромная, чтобы на такой шине ехать. Это, конечно, впечатляет. Знаете, это настолько поставлено тут вот это всё производство, что мы просто, как обычные люди, пришли, открыли рот и восхищаемся. Дай бог процветанию этому производству. Вырываемся на первые лидирующие места. Я думаю, у нас всё получится у белорусов. Только вперёд. «Сладкий марафон» продолжает насыщенную программу блогеров экскурс по красному пищевику. На конвейере воздушное лакомство так и тянется на дегустацию. Это мечта каждого ребёнка здесь побывать. И вот сегодня как раз моя детская мечта исполнилась. У меня сегодня ощущение, как будто я попала в фильм «Чарли и шоколадная фабрика». Очень похоже. И, знаете, в преддвении совсем скоро Новый год, поэтому эта вся атмосфера сладостей прекрасно просто завораживает. Залипательный процесс. По вкусу каждому приходится и искусство создания зефира ручной работы. Звёздным гостям раскрывают вкусные секреты. Уже в декабре с новой линией на прилавке будет отправляться импортозамещающая сладость. Я вообще об этом не знала. Вижу, это первый раз. Только что зашла и говорю, господи, это что делается всё вручную. Каждая зефирка. Я думаю, это вообще безумно круто, безумно классно. Вот. И попробовали сейчас зефирку. Сказали, что её нигде нельзя только попробовать. Там ещё, знаете, шоколад такой плавленый, не застывший. И это очень-очень вкусно. Сердечный приём. С хлебом с солью Бобруйска Громаш радушно встретил гостей марафона из Минской области. Творческие коллективы не только наслаждаются искренним гостеприимством, но и воочию лицезреют, как создаётся знаменитая сельскохозяйственная техника, известная не только в республике, но и за её пределами. Вот сейчас мы здесь находимся, насколько видно нашим детям, интересно, всё организовано. И очень классно, что в такой короткий промежуток времени можно ознакомиться с очень большой информацией. Есть такая огромная техника, которая постоянно на слуху, и мы её постоянно видим. Но как это производится, и где это вообще в Беларуси, эти масштабы производства, так никогда не задаёшься вопросом, и в обычной жизни никогда не сталкиваешься с этим. А вот в рамках марафона, в рамках вот этих вот поездок между областями, обменом, каким-то знакомством, и получается мы приехали и видим этот масштаб, где это производится, это очень, конечно, интересно. В центре праздника и Бобруйский завод крупнопанельного домостроения. Незабываемую атмосферу создаёт концертная программа «Разом працуем, разом спеваем». Перед таким наплывом харизмы белорусских исполнителей не в силах устоять даже работники завода. Сегодня танцуют все. Пока у артистов прекрасные, артисты шикарно выглядят. Мы, конечно, очень рады, что они посетили наше предприятие. За 36 лет ни разу такие звёздные не приезжали в такой концерт, никогда не устраивали. Это позитивно. Мне нравится. Энергию даёт. Вот аж прям хочется садить за этот станок и работать, где это моё рабочее место. Для наших рабочих, ну, своеобразный праздник. Всё-таки люди постоянно в работе, поэтому для людей, конечно, это праздник. Креативный подход. Сразу в трёх учебных заведениях города с размахом проходят нескучные нелекции. В аграрно-экономическом колледже с первых минут главный спикер завоёвывает внимание учащихся. Философскую и актуальную тему выбора поднимает заместитель министра образования Екатерина Петруцкая. Тон диалога подхватывает и председатель Бобруйского горисполкома Игорь Кисель. Кстати, выпускник аграрно-экономического. Потом боярка был, это строительные конструкции преподавал. Атериха был, это экономику преподавал. Дворецкая Галина Марковна была, помню, всех преподавателей. Неформальное общение с элементами игрового интерактива. Розыгрыш билетов на концерт время выбрало нас. Занимательные факты и, конечно, чувство единения. Всё это не скучно, а не лекция. Громкий аккорд – музыкальный сюрприз от молодого дуэта. Белорусский хит исполняют хором. А ты, что ты сделал для Родины? Синий, ну и круты. С пустыми руками никто не уходит. Память о по-настоящему не скучной, а не лекции будет хранить символичный сувенир. Мероприятие было довольно интересное, узнали много полезной информации, узнали, что выбор всегда нужно делать осознанно, всегда предвидеть последствия своего выбора. Это всё очень занимательно, и мы хотели бы, чтобы такие мероприятия на учреждении нашего образования проводились намного чаще. По-настоящему вся лекция, все моменты были настолько интересными и увлекательными. Помнить прошлое, ценить настоящее. Яркой точкой на карте марафона становится масштабная выставка «Белта. Беларусь. Взлёт». В 40 снимках наглядно продемонстрирована разница между 1994 и нынешним годами. Помимо фото на стендах – газетные вырезки с говорящими заголовками. Благодаря им чётко прослеживается путь государства длиной в 30 лет. От первых робких шагов в суверенной республике до сегодняшнего дня. Мы хотим, чтобы мы вспомнили, как это было. Чтобы мы поняли, какой путь прошла страна за 30 лет. И эта выставка очень логична на марафоне единства. Потому что, когда государство двигается, мы должны быть все вместе. Мы должны быть едины для того, чтобы происходили правильные, нормальные процессы. Не войны, не катастрофы, а жизнь, работа и созидание. Действительно помним, как было и как стало. И очень, конечно, заметно. Я вот посмотрю, да, действительно, и детские сады, и школы, и поликлиники. И, ну, тут, конечно, информации очень много. Всё очень интересно. Очень интересно. Да, Беларусь наша, действительно, мы очень гордимся ею. Как ты смотришь на это всё, и просто душа радуется. Хочется сохранить, приумножить наше богатство, нашей страны. Вспоминаешь детство, да, было не очень легко, не очень красиво, даже по некоторым фото мы видим. На самом деле у нас очень красивая страна, очень замечательные вещи. Где-то будоражит внутри такое вот восприятие, что не хочется повторить. Не хочется, чтобы с каждым годом было всё лучше, лучше и лучше. На струнах души. Настоящим хитом становится выступление президентского оркестра перед учащимися и педагогами детской школы искусств имени Аловникова. Именитые музыканты проводят мастер-класс, исполняют знаменитое произведение, раскрывают секреты своей работы и дают напутствие будущим звёздочкам. Один из принципов обучения – это наглядность. Это живой пример, да, когда такой человек, как я, говорят, неплохо играет, да, приехал, немножечко поиграет для детей, но в то же время ещё и пообщается с ними, расскажет какой-то свой творческий жизненный путь. Соответственно, привлечёт внимание, потому что артист иногда бывает на сцене как за ширмой, энергетической ширмой. Но если ты общаешься с молодым поколением, то это уже совершенно по-другому воспринимается с детьми. «Споём вместе» – уже 16 ноября силой белорусского творчества удивят именитые артисты Беларуси. Руслан Олехно, Алёна Ланская, группа «Аура» – «Белорусы». Все звёздные карты будут раскрыты вечером субботы. Концертную программу скрасит и слаженность творческой работы заслуженных коллективов страны. Среди двух десятков исполнителей есть и бобруйчане. На внешней площадке Бобруйск-Арины в 20 часов стартует дискотека «Зефир-ФМ». Продолжат работы фудкорты от самых лучших брендов страны. На два дня Бобруйск стал в буквальном смысле эпицентром культурных событий. Присоединиться ещё есть время.